здравствуйте мои дорогие рукодельницы меня зовут елена и я рада вас приветствовать на своем канале не рукоделие творчество вязание пряжа сегодня я хочу с вами поделиться творческой идеи которую я нашла на просторах интернета замечательный красивый нарядный повседневный жакет который можно связать и ребенку девочки также молодой девушки и женщине из любого цвета пряжи и также любой пряжи по составу дорогие рукодельницы если вы очень любите вязать крючком и спицами то обязательно подпишитесь на мой канал и включите колокольчик на все виды оповещения я думаю на моем канале вам будет интересно так как практически каждый день я для вас снимаю обучающие видео уроки по вязанию мастер-классы а также мы вяжем на канале совместные проекты 16 00 до 17 00 по московскому времени в этот промежуток я стараюсь публиковать для вас новую информацию заходите ко мне в гости я буду очень рада на мой канал жакет может быть летний вариант и также демисезонный вариант тоже будет неплохо смотреться принцип вязания узора и как рассчитать количество петель для того чтобы приступить к вязанию узора и жакета я вам все покажу расскажу в этом видео мастер-классе данный видео урок предназначен для начинающих рукодельниц а если вы уже умеете вязать плечевые вещи то можете воспользоваться схемой узора и также выкройкой все материалы доступны и размещены в конце данного видео если вы хотите связать данную модель жакета то вы можете воспользоваться моим обучающим бесплатным и подробным мастер-классом который уже есть на канале называется учу вязать жакет крючком название проекта незабудка я подготовила очень много частей где подробно рассказываю показываю принцип вязания аналогичного жакета проходите по ссылочкам всплывающие подсказки в описании под видео также в конечных заставках есть ссылка на плейлист проект называется незабудка я подробно показываю рассказываю каким образом связать пройму выполнить закругление выреза горловины и также каким образом связать окат рукава здесь процесс вся технология у меня есть серия мастер-классов на моем канале проходите и присоединяйтесь к вязанию вязать узор я буду из пряжи анна 16 торговая марка сиам это итальянская пряжа очень хорошего отличного качества цвет пряжи 372 от белка 100 граммах 530 метров либо 50 грамм 265 метров стопроцентный мир длинноволокнистый мерсеризованный хлопок крючок производитель рекомендуют номер два два с половиной и также допускается стирка при температуре до 60 градусов все такие все характеристики пряжи я вам рассказала эту пряжу я заказала в интернет-магазине пряжа су также вы можете посмотреть видео распаковку моего заказа кто эту пряжу которая выбирала для мастер-классов и вязания проходите по ссылочке и смотрите из какой пряжи я обычно вижу также хочу поделиться с вами своим куподом промо-кодом на скидку пять процентов елена нижнее подчеркивание мой мир данный купон вы можете ввести в поле заказа и получить пятипроцентную скидку до 12 июля срок действия купона 2020 года а также моя скидка суммируется с другими скидками акциями бонусами которые действуют интернет-магазине пряжа су и максимальная скидка составляет 10 процентов я вот эту пряжу купила со скидкой до плюс воспользовалась еще промо кодом не получилось очень выгодная покупка я очень рада что приобрела такую замечательную пряжу по привлекательной цене спасибо интернет-магазину пряжа су также метраж пряжи для вязания данной модели жакета которую видите на фото может быть от 220 до 300 метров в 50 граммах состав пряжи может быть любой это либо хлопок мерсеризованный либо просто обычный хлопчатобумажная пряжа шерсть акрила микрофибра акрил то есть метраж пряжи вот я вам сказала диапазон и крючок номер два clover soft touch страна производства япония мои любимые крючки уже изношенные все очень очень много лет ему вязать узор я буду вот по этой схеме схемы я прикреплю в уголок экрана и также размещу ее в конце видео вы будете вязать и по схеме и по моему обучающему видео уроку раппорт узора состоит из 7 петель высоту 1 рапорт составляет 4 рита я буду с вами вязать 5 рядов узора набираю цепочку из 25 воздушных петелек вяжем контрольный образец для того чтобы высчитать необходимое количество петель для вязания основного полотна жакета набрала цепочку из 25 воздушных петелек набираю 3 воздушных петельки подъема 1 2 3 они у нас засчитываются как за первый столбик с одним накидом и в четвертую петельку цепочки в основании 4 петельки провязываю 1 столбик с одним накидом в основании 5 петельки провязываю еще один столбик с одним накидом основание 6 петельки провязываю столбик с одним накидом и считаем количество столбиков раз два три четыре провязали 4 столбика набираю цепочку из 3 воздушных петелек 1 2 3 пропускаю 3 петельки цепочки 1 2 3 и провязывая 1 столбик с одним накидом это у нас начало одного раппорта следующую петельку провязываем второй столбик с одним накидом следующую петельку цепочки провязываю 3 столбик с одним накидом следующую петельку 4 столбик с одним накидом 1 2 3 воздушных петельки пропускаю 1 2 3 петельки цепочки и в четвертую петельку провязываем 1 столбик с одним накидом теперь давайте посмотрим из чего состоит рапорт рапорт состоит из семи петель то есть в раппорт входят 4 столбика с одним накидом и 3 воздушных петельки 4 плюс 3 получается 7 петель 1 раппорт узор можно вязать прямыми обратными рядами а также по кругу приступаем к вязанию 2 раппорта начало раппорта 2 это первый столбик с одним накидом далее следующую петельку цепочки провязываем второй столбик с одним накидом следующую петельку цепочки 3 4 все связали 4 столбика с одним накидом 3 воздушных петельки пропускаю 1 2 3 петельки цепочки четвертую петельку провязываю 1 столбик с одним накидом связали два раппорта то есть четыре столбика с одним накидом 3 петельки цепочки это у нас раппорт 7 петель и заканчиваем вязать ряд провязываем в каждую петельку цепочки по одному столбику с одним накидом всего должно быть связано 4 столбиком с одним накидом очень очень легкий простой узор вы сейчас в этом убедитесь раз два три 4 столбика все связали мы с вами первый ряд узора ступаем к вязанию 2 ряда набираем цепочку из трех петель подъема 1 2 3 разворачивайся не на другую сторону и в арочку цепочки из трех петелька 1 арочка мы в эту арочку провязываем 3 столбика с одним накидом 1 столбик с одним накидом 1 2 столбик с одним накидом 3 столбик с одним накидом провязали у нас элемент получился раковый столбик с одним накидом то есть еще три столбика с одним накидом провязали у нас элемент получился ракушечка либо веерочек следующую арочку цепочки из трех петель провязываем вот это у нас был первый с вами раппорт веерочек первый это один рапорт сейчас мы провязываем 2 веерочек это у нас будет второй рапорт провязываем 3 столбика с одним накидом вершину арочки цепочки из трех петель 1 столбик 2 3 3 воздушные петельки 1 2 3 и и в эту же арочку цепочки провязываем еще три столбика с одним накидом связали 2 раппорта и приступаем к вязанию 3 раппорта парочку цепочки из трех петель провязываем 3 столбика с одним накидом 1 столбик 2 и 3 столбик с одним накидом 3 воздушные петельки 1 2 3 и в эту же арочку цепочки провязываем еще три столбика с одним накидом связали 3 раппорт и заканчиваем вязать ряд этого на второй ряд по счету в третью петельку подъема провязываем 1 столбик с одним накидом приступаем к вязанию 3 ряда набираю цепочку из 5 воздушных петелек 1 2 3 это петельки подъема и еще две это элемент узор разворачиваем за не на другую сторону и в арочку цепочки из трех петель провязываем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 и 4 3 воздушные петельки 1 2 3 следующую арочку цепочки из трех петель провязываем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 4 раз 2 3 воздушные петельки следующему арочку цепочки из трех петель провязываем 4 столбика с одним накидом 1 2 2 3 3 4 2 воздушные петельки и заканчиваем ряд в третью петельку подъема 1 2 3 в основании 3 петельки провязываем 1 столбик с одним накидом все закончили вязать с вами третий ряд и проверяем что у нас с вами получилось приступаем к вязанию четвертого ряда схему читаем слева направо набираем цепочку 1 2 3 4 5 6 воздушных петелек 3 петельки подъема и 3 петельки элемент узора разворачиваю здание на другую сторону и варочку цепочки из двух петелек провязываем 3 столбика с одним накидом 1 2 3 3 парочку цепочки из трех петель провязываем ракушечку ракушечку у нас состоит из трех столбиков с одним накидом 1 2 3 3 воздушных петельки раз-два и в эту же арочку цепочки провязываем 4 5 и 6 столбик с одним накидом связали веерочек следующую арочку цепочки провязываем из трех петель еще три столбика с одним накидом это у нас уже второй раппорт 1 2 3 воздушных петельки и в эту же арочку цепочки провязываем 4 5 и 6 столбик с одним накидом заканчиваем вязать ряд вяжем половинку раппорта парочку цепочки из двух воздушных петелек провязываем три столбика с одним накидом 1 2 3 3 воздушных петельки и третью петельку подъема 1 2 3 провязываем один столбик с одним накидом все связали с вами узор узор состоит из четырех рядов 1 2 3 4 сейчас мы будем вязать с вами пятый ряд по принципу вязания первого ряда такое красиво у нас узор уже сформировался смотрите как он просто легко быстро вяжется и смотрится интересно ради поближе вам покажу то есть мы сейчас с вами связали один раппорт в высоту из четырех рядов а ширина раппорта у нас из 7 петель приступаем к вязанию пятого ряда набираю цепочку из 3 воздушных петелек 1 2 3 разворачиваю вязание на другую сторону и в арочку цепочки из трех петель провязываю три столбика с одним накидом 1 2 3 с учетом трех петель подъема мы связали с вами 4 столбика с одним накидом 1 2 3 воздушных петельки следующую арочку цепочки из трех петель провязываем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 3 воздушные петельки 1 2 3 парочку цепочки из трех петель провязываем 4 столбика с одним накидом 1 столбик 2 3 3 и 4 3 воздушные петельки 1 2 3 парочку цепочки из трех петелек провязываем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 все связали с вами пятый ряд 5 ряд это повторение первого ряда сейчас вы перематываете видео на начало вязание 2 ряда и 6 ряд вяжите по принципу вязания 2 ряда седьмой ряд по принципу вязания 3 8 по принципу вязания 4 и 9 по принципу вязания 5 либо первого ряда пятый ряд это начало 2 раппорта в высоту а узор состоит у нас из четырех рядов 1 2 3 4 вот 4 ряда это у нас основа 1 раппорта в высоту и 7 воздушных петелек это ширина 1 раппорта узор вяжется по кругу и также прямыми обратными рядами вот таким образом выглядит узор с одной стороны и с другой стороны присмотритесь вяжется узор очень легко просто и быстро и состоит всего лишь из четырех рядов которые вяжутся шахматном порядке два ряда так он состоит из двух рядов которые вяжутся вот эти два ряда в шахматном порядке вот таким образом мы с вами закончили вязать образец узора и вы теперь сможете высчитать необходимое количество петель а для того чтобы приступить к вязанию жакета либо применить этот узор для других целей например связать топ жакет кофточку кардиган жилет шапочку либо палантин я с вами не прощаюсь и мы с вами встречаемся завтра на моем канале до новых встреч с вами была елена всем пока пока обязательно подпишитесь на мой канал и включите колокольчик на все виды оповещения я думаю на моем канале вам будет интересно так как практически каждый день я для вас снимаю обучающие видео уроки по вязанию мастер-классы а также мы вяжем на канале совместные проекты 16 00 до 17 00 по московскому времени в этот промежуток я стараюсь публиковать для вас новую информацию заходите ко мне в гости я буду очень рада на мой канал спасибо спасибо Продолжение следует... Продолжение следует...